Жаркий день в парламенте. Поддерживающие Илона Шора депутаты вступили в перепалку с сотрудниками госохраны. Случилось это из-за того, что семирным законотворцам не позволили войти в зал из-за вчерашнего решения запретить им участвовать в пяти ближайших заседаниях. Пытаясь попасть внутрь, Василий Боля даже сломал дверную ручку. Вот только почему народные избранники так яро пытались приступить сегодня к работе, не совсем ясно, поскольку они же бойкотировали заседание почти год, вернувшись к исполнению обязанностей февраля. Встретили их сотрудники службы государственной охраны, которые сдерживали народных избранников. Не позволяя им войти в зал переговоров. Вот так в темноте, в полной темноте нас не пускают на заседание парламента депутатов республики Молдова избранных народом. Поскольку первая попытка не удалась, депутаты сменили тактику. Они продолжили требовать от охранников объяснений в холле, где находились представители прессы. Ухудшилась ситуация, когда единственный депутат сторонники Лана Шора, не получивший запрета на участие в заседаниях, попытался перехитрить охрану. В попытке силой попасть в зал заседания депутат Василий Боля сломал дверную ручку. Депутаты, которым не удалось прорваться на заседание, в итоге решили выместить свое недовольство на представителях СМИ. Председатель парламента Игорь Гроссу попытался объяснить причины, по которым было принято решение об отстранении депутатов от участия в заседаниях. Оскорбление и угроза. Один из главных героев этой истории высказывал угрозы, и я вежливо попросил его принести извинения, хотя бы выразить хоть какое-то сожаление о содеянном. Он делать этого не захотел, а вместо этого начал блокировать трибуну. Игорь Гроссу также заявил, что запрет на участие в заседаниях повлияет и на то, какие зарплаты за этот месяц получат отстраненные народные избранники. Продолжение следует...